Здравствуйте, меня зовут Арслан Махмутов, мне 11 лет. Смирнова Маргарита, 7-й Б класс. Агаркова Елизавета, группа 2.14, Курский монтажный техникум. Читает Стасюка Иван из 5-го класса. Эксперты Российского исторического общества подвели итоги конкурса юных чтецов «История России в стихах». По условиям состязания, ребята от 4 до 18 лет должны были выучить стихотворение, написанное российскими авторами в период 19-20 веков, рассказывающее об истории нашей страны, прочитать его наизусть и направить на адрес Рио видеоролик, на котором они читают стихотворение по памяти. За стебями, за песками, хан Мамай услышал весть. Плакал раненый солдатик, как же буду я играть? Разрешите доложить, коротко и просто. Я большой охотник жить, лет до 90. Постарела мать за 30 лет, а вести цена нет и нет. Он хотел людей свободных превратить в рабов голодных. Конь гуляет в некошенном поле, оседает росою туман. Отпустил его витязь на волю, бросил меч возле ног и колчан. Тихая моя родина. Ивы, река, соловьи. Мать моя здесь похоронена. Детские годы мои. В течение двух месяцев в адрес Рио поступило около 800 видеороликов из России и зарубежных стран. Все видеозаписи размещались на YouTube-канале общества, где зрители могли ставить лайки понравившимся им исполнителям. После подсчета этих отметок «Мне нравится» был выбран победитель в номинации «Приз зрительских симпатий». Победителей и лауреатов в других категориях определяла экспертная жюри, в состав которого вошли педагоги. Всего категории было четыре. Дети дошкольного возраста. Учащиеся первых четвертых классов. Учащиеся пятых-восьмых классов. И учащиеся девятых-одиннадцатых классов. Среди критериев, которые учитывались при оценке роликов детей, в том числе эмоциональность и выразительность выступления, аккуратный внешний вид и творческий подход к выступлению. Здесь как было, так и ныне, сердце всей Руси святой. Здесь стоят ее святыни за кремлевской стеной. Город чудный, город древний, ты вместил свои концы и посады, и деревни, и палаты, и дворцы. Жалость, что прожил мало. Крик твой стошный, неслышный крик. Маму услышит. Маму. В конкурсе приняли участие ребята из 63 субъектов Российской Федерации и 4 иностранных государств. Победители и лауреаты в каждой из четырех категорий получат грамоты Российского исторического общества, книги, а также смогут прочитать стихи на площадках фестиваля «Красная площадь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин